Я приветствую подписчиков и гостей моего канала. Сегодня будем смотреть транссивер АКМ-7000. Со слов хозяина, который этот транссивер эксплуатирует только на природе, на выездах. У него пропала мощность. Ему перестали отвечать корреспонденты. Но одним словом посмотрим по приему. Чувствительность, по передаче мощность. То есть, переобожмем розеточку. Рьет 45, лепесточек сломался. И по его просьбе надо будет изменить алгоритм работы вентилятора. Транссивер очень сильно перегревается. Здесь вот есть такой индикатор температуры. То есть, постоянно в зоне H находится этот индикатор, то есть, перегрев. Проверка выходной мощности транссивера. Сейчас диапазон 20 метров. 100% выходная мощность выставлена через меню. Модуляция RTTY. Нажимаем кнопочку PTT. Выходная мощность составляет 79 Вт. А я переключил на диапазон 7 МГц. Все те же условия остаются. 100% мощность и модуляция RTTY. Нажимаем PTT. Мощность составляет уже 51 Вт. Перейдем на диапазон 80 метров. Также модуляция RTTY. Нажимаем PTT. Мощность 45 Вт. Какие можно сделать из этого выводы? Обычно это происходит при выходе из строя одного из транзисторов в выходном каскаде. То есть одно плечо. Возможно здесь пробито. Сейчас мы это будем проверять. Для того, чтобы проверить и отрегулировать токи покоя, нам необходимо зайти в инженерное меню транссивера. Как это сделать? Описано подробно в сервис-мануале. Нам надо выключить транссивер. Изготовить перемычку. Такую же, как я делал на ICOM 70-18. Вот она изображена. То есть это обычный аудиоразъем с закороченным центральным проводником и землей. Далее, на выключенном транссивере нам надо нажать и удерживать две кнопки. Это преамп PTT и TUNY CALL. И включить при этом транссивер. Транссивер, включившись, выйдет в инженерное меню, где можно производить регулировочные действия. Давайте войдем в инженерное меню и посмотрим токи выходных транзисторов. Как я и говорил, нажимаем вот эти две кнопочки и включаем транссивер. Далее, нам необходимо выбрать пункт TX. Нажимаем кнопочку F2. Это проверка драйвера токов и установка их. Нажимаем стрелочку вниз. И мы получаем как раз регулировку финальных транзисторов. Это первый, да, любой второй. Я еще хочу рассказать, как косвенно можно определить состояние выходных транзисторов. Давайте убавлю немножечко. То есть, можно определить по току при нажатии на кнопочку PTT на тангенте в режиме CW. Можно косвенно определить, в каком состоянии находятся выходные транзисторы. В этих транссиверах, которые имеют полевые драйвера и оконечники, ток покоя должен составлять в пределах 4,5-5 А при нажатии и отсутствии сигнала. Здесь же, сейчас я нажимал, пробовал, то есть в районе 3 с небольшим Ампер ток. Это уже стоит задуматься о целостности одного из транзисторов. Но сейчас я в этом убежусь, чтобы не открывать транссивер. Проверим ток первого и второго транзистора. Итак, что для этого надо сделать? Нам надо нажать кнопочку PTT. Нажали кнопку PTT. И вот этот пункт энкодером надо выгнать на 0. Смотрим на Амперметр. Должно быть в районе 1,5 А у вас потребление транссивера в этом режиме. И к этим 1,5 А добавляем 1 А ток на 1 транзистор. Вращаем. Я не могу вам сейчас Амперметр показать одновременно, но я за ним слежу. Вращаю и добиваюсь плюсом к показаниям 1 А. То есть, вот у меня побежало значение. Вот, я выставил сейчас 2,5 А. Дальше что нам надо сделать? Нам надо подтвердить это значение, нажав кнопочку SET F4. Меню автоматически перескочило на регулировку второго транзистора. Также здесь вот это значение выгоняем на 0. И смотрим на Амперметр. 1,5 А. Вращаем по часовой стрелке энкодер. И смотрим, что происходит. А вот как раз ничего и не происходит. То есть, я дошел до FF, это максимальное значение. А ток с 1,5 А у меня так и не изменился. Это говорит о том, что транзистор неисправен. И подлежит замене. То есть, я сейчас опять нажимаю SET. Трансивер перешел на прием. И предлагает мне сейчас выставить ток покоя на выходном каскаде ОКВ. Но мне пока это не надо. Итак, сейчас вскрываем транзистор. Трансивер. Ищем неисправный транзистор. И производим его замену. Для доступа к выходному каскаду нам необходимо снять нижнюю крышку трансивера. Вот так выглядит выходной каскад. Интересующие нас транзисторы. Вот эти два. Сейчас я произведу проверку. И посмотрим, какой из них вышел из строя. Произведем его замену. Прозвонку транзисторов я вам покажу на камеру. Включаете в режим прозвонки мультиметр. Плюсовой щуп на затвор. Минусовой на исток и на сток. Исток нормальный. Сток нормальный. Следующий транзистор. На затвор плюс. Исток. Ну все, уже ненормальный. Сток тоже ненормальный. То есть однозначно этот левый транзистор неисправен и подлежит замене. Транзистор я демонтировал. Сейчас вам покажу его на тестере полупроводниковых приборов. Что нам тестер покажет. Он показывает двойной диод. То есть транзистор неисправен. Выходные транзисторы здесь установлены RD70. Будем менять на такой же точный. Смажем теплопроводные пасты. Установим на место. Выставим токи покоя. Замена транзисторов и регулировка токов их покоя произведена. Давайте посмотрим, что получилось на диапазоне 80 метров. Вы помните, там было максимальной мощности чуть больше 40 Вт. Диапазон 80 метров. Режим RTTV. Нажимаем кнопочку PTT. 103 Вт, 102 Вт. Отличный результат. Ну что ж, с выходным каскадом мы разобрались. Дошла очередь до вентилятора. Ничего выдумывать не будем. Велосипед изобретать не будем. Все придумано до нас. Обманем датчик температуры, который стоит на плате выходного каскада. Обманывать будем параллельным подсоединением резистора номиналом 33 кОм. Запаивается он вот на эти две точки. Они зачищаются от маски и напаивается резистор смд-шный 33 кОм. Вот так вот будет покрупнее. Еще раз покажу. Вот эти две точки. Ближний к краю платы 33 кОм. Резистор на своем месте запаян. Второй момент. Если вы хотите, чтобы терморезистор более остро реагировал на изменения окружающей температуры, то сам терморезистор, который установлен на этой же плате по АЮнит, можно связать тепловым контактом с шасси трансивера, и он более будет остро реагировать на изменения температуры, будет управлять скоростью вращения вентилятора, и теплообмен будет более оптимален. То есть, как вариант, можно наложить пасту термопроводную или терморезину. Кому как угодно и кому как удобно будет. Давайте посмотрим, что у нас с чувствительностью. Подадим стандартный сигнал 50 микровольт, соответствующий уровню 9 баллов. Все соответствует, все прекрасно. Как последний штрих, я обжал разъем тангенты. Собачка на месте теперь. То есть, можно подключать и не бояться, что он вылетит. Все прекрасно работает. Давайте подведем итоги ремонта. В трансивере был заменен выходной транзистор RD70, и был изменен алгоритм работы вентилятора. Сейчас вентилятор прекрасно справляется со своими обязанностями. Он практически постоянно работает на малых оборотах, производя обдув шасси. До этого трансивер ощутимо грелся, но и рука очень даже так это не терпела. Единственный момент у этой доработки – это показание температуры. Она несколько будет визуально завышена. На самом деле, это сделано для того, чтобы обмануть вентилятор, чтобы он раньше включался и обдувал шасси. Но это не так критично, я думаю. Аппарат будет находиться в нормальных температурных режимах. Всем пока. Спасибо, что смотрите мой канал. До встречи. С вами был Роман 4, Иван Николай. Субтитры сделал DimaTorzok .